Скандинавская ходьба – полезный вид лечебной физкультуры. Регулярные тренировки на свежем воздухе активизируют не только мышцы ног, но и мышцы верхней части тела. Сжигается на 46% калорий больше, чем во время обычной ходьбы. Улучшается работа сердца и легких. На первый взгляд, скандинавская ходьба легка в освоении, рассказывает Светлана Золотарева, инструктор с 7-летним стажем. Однако все не так просто. Для достижения результатов важно выполнять движение правильно. Одна из самых распространенных ошибок новичков – работа локтями во время ходьбы с палками. необходимо начинать движение именно с плеча. Все премудрости скандинавской ходьбы опытные тренеры объясняли на мастер-классе, который прошел в парке Гагарина. Акцию приурочили к Международному дню инвалидов, который традиционно празднуется 3 декабря. Тренироваться на свежем воздухе вышли не только люди с ограниченными возможностями, но и пожилые жители города. Всего более 70 участников из всех районов Самары. Департамент физической культуры и спорта Самары уделяет особое внимание активному досугу людей с ограниченными возможностями. На протяжении года проходят разные соревнования – спартакиады, детские спортивные праздники, сезонные чемпионаты по разным видам спорта. Весенняя спартакиада начнется с городских соревнований, на которых определяются сильнейшие спортсмены. Затем уже сборная Самары поборется за награды на областном чемпионате. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков. События.